Ваше превосходительство, главы государств и правительств, главы международных организаций, представители различных стран. Уважаемые гости, дамы и господа, друзья. Сегодня мы собрались здесь на церемонию открытия третьего форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь». От имени китайского правительства и китайского народа, а также от себя лично, я хочу тепло поприветствовать всех вас. В этом году исполняется 10 лет инициативе «Пояс и путь», которую я предложил. Инициатива БРИ, вдохновленная древним шелковым путем и сосредоточенная на расширении связей, направлена на улучшение политики и инфраструктуры, торговли, финансов и связей между людьми. Придай новый импульс глобальной экономике, создай новые возможности для глобального развития и создай новую платформу для международного экономического сотрудничества. Сотрудничество. На протяжении этих 10 лет мы сохраняли приверженность этой основополагающей миссии. Благодаря нашим совместным усилиям международное сотрудничество в рамках пояса и пути сдвинулось с мертвой точки, быстро развивалось и принесло плодотворные результаты. Сотрудничество в рамках пояса и пути распространилось от Евразийского континента до Африки и Латинской Америки. Более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках пояса и пути. До этого мы провели две сессии Беорф и создали более 20 специализированных платформ многостороннего сотрудничества в рамках БРИ. Сотрудничество с Белтон Роуд продвинулось от набросков плана к заполнению деталей. Чертежи были превращены в реальные проекты. Было запущено большое количество знаковых проектов и небольших, но умных программ, ориентированных на людей. Сотрудничество на Белтон Роуд расширилось от физической связи до институциональной. Были заложены важные руководящие принципы для высококачественного сотрудничества на магистралях, которые включают принцип совместного планирования, совместного строительства и совместной выгоды, философию открытого зеленого и экологически чистого сотрудничества, а также цель достижения сотрудничества на высоком уровне, ориентированная на интересы людей и устойчивая. За эти 10 лет мы стремились создать глобальную сеть взаимосвязей, состоящую из экономических коридоров, международных транспортных маршрутов и информационных магистралей, а также железных дорог, автодорог, аэропортов, портов, трубопроводов и электросетей, охватывающих сушу, океан, небо и окружающую среду. Интернет. Эта сеть позволила увеличить поток товаров, капитала, технологий и различных ресурсов между вовлеченными странами и вдохнула новую жизнь в тысячелетний шелковый путь в новую эру. Поезда несутся по железнодорожным путям, автомобили курсируют по дорогам, рейсы соединяют разные страны, грузовые суда преодолевают волны и многое другое. Электронная коммерция приносит людям столько удобства. Все это стало символами международной торговли в новую эпоху, точно так же, как камуфляжные фургоны и парусные суда были в прошлом. Возраст. Гидроэлектростанции, основанные на энергии ветра и солнца, нефти и газопроводы, а также все более интеллектуальные и взаимосвязанные сети передачи электроэнергии, устраняют узкие места в развитии, вызванные дефицитом энергии, и воплощают мечту развивающихся стран о достижении экологически чистого и низкоуглеродного развития. Эти энергетические проекты стали оазисом и маяком устойчивого развития в новую эпоху. Совершенно новые аэропорты и гавани, ровные дороги и недавно построенные индустриальные парки для делового сотрудничества создали новые экономические коридоры и новые стимулы роста. Они стали торговыми путями и перевалочными пунктами новой эры. Это были насыщенные и красочные культурные годы, художественные фестивали-выставки, мастер-классы в Любани, программы обмена между людьми, такие как инициатива по созданию сообщества на шелковом пути и программа действий Brightness, а также углубление обменов между неправительственными организациями, аналитическими центрами, медиа-организациями, молодежью. Вся эта бурная деятельность создала симфонию дружбы в новую эпоху. Китай предоставил более 10 миллиардов масок и 2,3 миллиарда доз вакцин другим странам и совместно произвел вакцины с более чем 20 странами, внеся особый вклад в усилия партнеров БРИ по борьбе с COVID-19. Китай также получил ценную поддержку от более чем 70 стран, когда он сильно пострадал от пандемии. Сотрудничество на Белтон-Роуд основано на принципе совместного планирования, совместного строительства и совместной выгоды. Оно выходит за рамки различий между цивилизациями, культурами, социальными системами и стадиями развития. Оно открыло новый путь для обмена между странами и создало новые рамки для международного сотрудничества. Действительно, БРИ представляет собой совместное стремление человечества к развитию для всех. Дамы и господа, друзья, наши достижения за последние десятилетия поистине замечательны, и мы можем извлечь из них так много полезного. Мы поняли, что человечество – это сообщество с общим будущим. Китай может преуспевать только тогда, когда дела в мире идут хорошо. Когда дела в Китае пойдут хорошо, мир станет еще лучше. Благодаря сотрудничеству в рамках пояса и пути, Китай еще шире открывает свои двери для всего мира. Благодаря тому, что регионы Англии превращаются из крайних защитников в нападающих, а прибрежные регионы достигают новых высот в своей открытости. Рынок Китая стал еще более тесно интегрированным с мировым рынком. Китай стал основным торговым партнером более чем 140 стран и территорий и основным источником инвестиций для все большего числа стран. Как китайские инвестиции за рубежом, так и иностранные инвестиции в Китае укрепили дружбу, сотрудничество, доверие и надежду. Мы поняли, что взаимовыгодное сотрудничество – это верный путь к успеху в реализации крупных инициатив, приносящих пользу всем. Когда страны стремятся к сотрудничеству и действуют согласованно, глубокая пропасть может превратиться в магистраль, страны, не имеющие выхода к морю, могут стать сухопутными путями. А место слаборазвитости может превратиться в страна процветания. Страны, занимающие лидирующие позиции в экономическом развитии, должны протянуть руку помощи своим партнерам, которым еще предстоит догнать их. Мы все должны относиться друг к другу как к друзьям и партнерам, уважать и поддерживать друг друга, и помогать друг другу добиться успеха. Как говорится, когда ты даришь розы другим, их аромат остается на твоей руке. Другими словами, помогая другим, ты помогаешь и самому себе. Восприятие развития других как угрозы или экономической взаимозависимости как риска, не улучшит твою собственную жизнь и не ускорит ее. Это развитие. Мы усвоили, что дух мира и сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимного обучения и взаимной выгоды, присущи великому шелковому пути, является самым важным источником вдохновения. Сила сотрудничества в рамках пояса и пути. Я как-то сказал, что первопроходцы древнего шелкового пути, хотя и вошли в историю не как завоеватели, но как военные корабли, пушки, лошади или мечи. Скорее всего, они запомнились как дружественные аптеки, ведущие караваны верблюдов и парусные корабли, груженные товарами. Сотрудничество в рамках пояса и пути основано на вере в то, что пламя разгорается, когда каждый добавляет дров в огонь, и что взаимная поддержка может привести нас далеко вперед. Цель такого сотрудничества – обеспечить хорошую жизнь не только жителям одной страны, но и жителям других стран. Оно способствует установлению связей, взаимной выгоде, общему развитию, сотрудничеству и взаимовыгодным результатам. Идеологическая конфронтация, геополитическое соперничество и блоковая политика – это не наш выбор. Мы выступаем против односторонних санкций, экономического принуждения и разобщенности в цепочках поставок. То, что было достигнуто за последние 10 лет, демонстрирует, что сотрудничество на Белтон-Роуд находится на правильной стороне истории. Оно отражает прогресс нашего времени и является правильным путем вперед. Мы должны сохранять ясность ума и спокойствие в изменчивом мире, и мы должны остро сознавать нашу ответственность за историю, за людей и за весь мир. Мы должны совместно противостоять различным глобальным рискам и вызовам и обеспечить светлое будущее, основанное на мире, развитии, сотрудничестве и взаимной выгоде для будущих поколений. Дамы и господа, друзья, перемены в мире, в наше время имеющие историческое значение, происходят как никогда раньше. Китай стремится стать более сильной страной и омолодить китайскую нацию на всех фронтах, проводя китайскую модернизацию. Модернизация, к которой мы стремимся, предназначена не только для Китая, но и для всех развивающихся стран, благодаря нашим совместным усилиям. Глобальная модернизация должна быть направлена на укрепление мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества, а также на обеспечение процветания для всех. На нашем пути вперед мы столкнемся как с встречными, так и с попутными ветрами. Нам нужно оставаться сосредоточенными на нашей цели, предпринимать действия, ориентированные на результат, проявлять настойчивость и продолжать двигаться вперед, пока наша цель не будет достигнута. Китай будет сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы углубить партнерство в рамках пояса и пути, вывести это сотрудничество на новый этап высококачественного развития и приложить неустанные усилия для достижения модернизации всех стран. А теперь я хочу объявить о восьми важных шагах, которые Китай предпримет для поддержки нашего совместного стремления к высококачественному сотрудничеству в рамках пояса и пути. Во-первых, создавая многомерную сеть соединения пояса и пути, Китай ускорит высококачественное развитие железнодорожного экспресса «Китай-Европа». Примет участие в Трансказбийский международный транспортный коридор. Организуй форум по сотрудничеству в области железнодорожных экспрессов между Китаем и Европой. И приложи совместные усилия для создания нового логистического коридора через Евразийский континент, связанного прямыми железнодорожными и автомобильными перевозками. Мы будем энергично интегрировать порты, судоходство и торговые услуги в рамках морского шелкового пути и ускорить строительство нового международного сухопутно-морского торгового коридора и воздушного шелкового пути. Второе место – это поддержка открытой мировой экономики. Китай создаст пилотные зоны для сотрудничества в области электронной коммерции на шелковом пути, заключит соглашение о свободной торговле и защите инвестиций с большим количеством стран. Мы снимем все ограничения на доступ иностранных инвестиций в производственный сектор. В свете международных экономических и торговых правил высокого стандарта, мы будем и далее продвигать высокие стандарты открытости в сфере трансграничной торговли услугами и инвестиций, расширять доступ на рынки цифровых и других продуктов и углублять реформы в сфере области, включая государственные предприятия, цифровую экономику, интеллектуальную собственность и государственные закупки. Китай будет ежегодно проводить всемирную выставку цифровой торговли. В ближайшие пять лет, то есть с 2024 по 2028 год, общий объем торговли товарами и услугами Китая, как ожидается, превысит 32 триллиона долларов и 5 триллионов долларов соответственно. Третье место. Осуществляем практическое сотрудничество. Китай будет продвигать как знаковые проекты, так и небольшие, но разумные программы обеспечения средств к существованию. Китайский банк развития и экспортно-импортный банк Китая создадут окно финансирования в размере 350 миллиардов юаней каждый. Дополнительные 80 миллиардов юаней будут направлены в фонд «Шелкового пути». Совместными усилиями они будут поддерживать проекты БРИ на основе рыночной и коммерческой деятельности. Соглашение о сотрудничестве стоит 97 долларов два. На конференции SEO, состоявшейся во время этого форума, было заключено миллиард соглашений. Китай также осуществит тысячу небольших проектов по оказанию помощи в обеспечении средств к существованию. И расширяйте сотрудничество в области профессионального образования с помощью семинаров в Любане и других инициатив. Мы также активизируем совместные усилия по обеспечению безопасности проектов БРИ и персонала. Четвертое место – содействие экологичному развитию. Китай продолжит углублять сотрудничество в таких областях, как зеленая инфраструктура, зеленая энергетика и зеленый транспорт. А также усилит поддержку международной коалиции зеленого развития БРИ. Китай продолжит проводить конференцию «Зеленые инновации БРИ» и создавать механизмы диалога и обмена для солнечной промышленности и сети экспертов о зеленом и низкоуглеродном развитии. К 2030 году Китай будет внедрять принципы «Зеленых инвестиций» для нижнего пути и предоставит 100 возможностей для обучения странам-партнерам. Пятое место – мы продвигаем научные и технологические инновации. Китай продолжит реализацию плана действий по сотрудничеству в области науки, техники, инноваций пояса и пути, проведет первую конференцию пояса и пути, научно-технический обмен. Увеличит количество совместных лабораторий, построенных с другими сторонами, до 100 в ближайшие 5 лет. И поддерживайте молодых ученых из других стран для работы по краткосрочным программам в Китае. На этом форуме Китай выдвинет глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом. Мы готовы расширять обмены в диалоге с другими странами и совместно содействовать разумному, упорядоченному и безопасному развитию искусственного интеллекта в мире. Шести лет. Мы поддерживаем обмены между людьми. Китай примет у себя форум в Линчжоу для расширения диалога о цивилизациях со странами-партнерами БРИ. В дополнение к Международной лиге театров Шелкового пути, Международному фестивалю искусств Шелкового пути, Международному альянсу музеев Шелкового пути, Международному альянсу художественных музеев Шелкового пути и Международному библиотечному альянсу Шелкового пути, которые уже были созданы. Китай также запустил Международный туристический альянс городов Шелкового пути. Мы продолжим программу стипендий китайского правительства «Шелковый путь». Седьмой год способствуя сотрудничеству на Белтон-Роуд, основанному на добросовестности. Вместе со своими партнерами по сотрудничеству, Китай обнародует достижения и перспективы укрепления целостности пояса. И пути и принципы высокого уровня по укреплению целостности пояса и пути. А также установит система оценки добросовестности и соответствия требованиям для компаний, участвующих в сотрудничестве «Один пояс – один путь». Мы также будем сотрудничать с международными организациями в проведении исследований и тренингов по содействию добросовестности и сотрудничеству в рамках пояса и пути. Укрепляя институциональное строительство для международного сотрудничества в рамках пояса и пути. Китай будет сотрудничать со своими странами-партнерами по БРИК для укрепления создания платформ многостороннего сотрудничества, охватывающих энергетику, налогообложения, финансы, зеленое развитие, уменьшение опасности стихийных бедствий, борьба с коррупцией, аналитический центр, средства массовой информации, культуры и другие области. Китай продолжит принимать у себя БЕОРФ и создаст секретариат для этого форума. Дамы и господа, друзья. Прошедшее десятилетие было периодом целенаправленного сотрудничества и плодотворных результатов. Сотрудничество на Белтон-Роуд было предложено Китаем, но его преимуществами и возможностями должен поделиться весь мир. Давайте оправдаем ожидания людей. Примите на себя ответственность, возложенную на нас историей, внимательно следите за тенденциями времени и продвигайтесь вперед с энергией и предприимчивостью. Давайте углубим международное сотрудничество Белтон-Роуд и выведем сотрудничество Белтон-Роуд на новый этап более качественного и высокоуровневого развития. Давайте продвинем модернизацию всех стран, построим открытый, инклюзивный и взаимосвязанный мир для общего развития. И совместными усилиями создадим сообщество с общим будущим для человечества. Я желаю третьему форуму международного сотрудничества «Один пояс – один путь полного успеха». Спасибо тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ